Девушки отдыхают Девушки отдыхают Роман Клячкин Единственный человек в мире, который жестикулирует даже во сне Поэтому его не кусают комары и другие дикие животные Сегодня классика Ты классно выглядишь Евгений Воронецкий Когда тоска по родной Одессе подступает к его горлу Он тут же начинает называть всех операторов тетями Сонями И вывешивает посреди студии плавки и полотенца Тоже правда, истинно Роман Поставалов На синей стороне Еще работая в милиции, этот человек удивлял преступников фразы Вы имеете право хранить молчание Но все, что вы скажете, может быть использовано мною В любой юмористической миниатюре Я такой, да Руслан Белый Настолько брутальный парень, что в детстве засыпал В обнимку с чугунным медвежонком И в маск-пижаме Не все знают, что такое маск-пижамы Но для тех, кто знает, посмеялись Леонид Маложанов Единственный из нас, кто знает, что объединяет финансовый кризис Адронный коллайдер и нерез пупырчатого омуля Ну, конечно, музыка, друзья Если этот человек играет низкие ноты, значит, к дождю Если высокие, к урожаю А если красивые, то значит, наше сегодняшнее шоу получится на редкость смешным Александр Родовский По новости сегодня о сложной жизни в провинции Житель Саратова был уволен после того, как обратил внимание в блоге президента на тот факт Что руководство саратовского вуза в кризис собиралось купить для своего подразделения Порш Каен за 4 миллиона рублей После руководства учреждения, где работал человек, порекомендовало ему уволиться по собственному желанию Об этом он тоже написал в президентском блоге И его снова взяли на работу И пока житель Саратова думает, о чем же еще ему написать в президентском блоге, дабы разнообразить свою жизнь Я предлагаю поговорить о таком понятии, как жалоба Красная сторона считает, что жаловаться это хорошо Синяя сторона считает, что жаловаться это плохо Начнет Игорь Коваленко Почему ты считаешь, что жаловаться это хорошо? Мы за, то есть я лично за, потому что вот для кого и жаловаться, а для кого и оказывать помощь в следствии Я за Роман вставал Жалобы портят праздники Вот кто-то там пожаловался, а людям запретили в Москве парад проводить А парад какой-никакой праздник, какой бы он ни был Леня, почему ты считаешь, что жаловаться это плохо? Жаловаться плохо? Да Вообще, что на «Ж» все плохо Жир плохо, жопа плохо Жаворонок плохо, жирков хорошо Но это не часть моего тела Синяя, вроде как ты? Не трамвая, не трамвая, не трамвая Жалуется, 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 ты понимаешь, что она тебя сейчас задавит своими жалобами Ты начинаешь ей жаловаться в отместку Что вы на меня жалуете? Чего вы кричите? Чем вы это делаете? Ну и что, что нет трамвая? Придет другой трамвай Начинаешь ей жаловаться Тут люди начинают жаловаться на тебя, потому что ты громко жалуешься И мешаешь им стоять Начинается замер Жалуются всех Тут бежит через дорогу дядя и кричит Почему вы меня не позвали на начало жалоб? Все жалуются, все жалуются Придет 20 минут Потом все в конечном итоге начинают жаловаться на бабушку Из-за которой все только что пропустили трамвай Так вот Жалобы объединяют людей в сообщество Как только один начинает жаловаться Остальные начинают притягиваться как магнита Я считаю, что именно так образовались города По крайней мере перед Почему вообще люди жалуются? Потому что с детства привыкают, что Пожаловался и там порешали их проблемы Решают родителям жаловаться А не должно этого быть Ребенок не должен жаловаться родителям Должен сам решать свои проблемы Все, избил его сильный мальчик Не надо жаловаться, надо идти в качалку Все, пошел в качалку Через месяц вышел из качалки Если их много, да Если их много Все, сэкономил на булочках, купил себе водный пистолет Если у ребят ветровки Непромокаемые Ветровки Залью в пистолет бензин Нет, не бензин Радыч Напал Надо идти на хитрость Разбираться с ними по одному В садике во время тихого часа подходишь Ставишь им спички В пальцы В ноги Поджигаешь Они начинают орать А кто во время тихого часа орет Тот имеет дело с воспитателем Все, через месяц ты смотрящий по садику Никаких проблем Тебе приносят булочки Выковыривают комочки из каши У тебя все тело в переводилке Мне кажется, ты зря бросил и армию, и садик Это твое Я сейчас тоже это понял Ты сейчас белый раздеваешься, он весь в переводилке Я предлагаю провести блиц В Британии был опубликован список 20 самых странных жалоб туристов Одни недовольны тем, что на пляже слишком белый песок Другие недовольны, что в море слишком много рыбы Третьи кричат, что в Испании слишком много испанцев Но больше всего меня насмешила жалоба, указывающая на несправедливость того, что от Ямайки до Англии лететь 9 часов Тогда как американские туристы возвращаются домой за 3 Где и на что пожаловались бы вы? Начнет Игорь Коваленко отвечать на этот вопрос Ну много жалоб сразу, Паш Давай То есть, во-первых, я бы пожаловался бы на скользкий пластик, из которого сделаны наши стулья Я съезжаю нафиг очень часто А второе, я бы с удовольствием пожаловался на цвет кафеля моего бассейна В моей пятизвездочной гостинице на берегу Карибского моря Но повода нет, кафель меня устраивает Роман А, я бы прямо здесь и сейчас пожаловался на большевиков Ведь это они виноваты, что я без царя в голове Хорошо, Еня, Еня Где бы и на что Да Я бы вот после секса с такой, знаешь, жгучей блондинкой Пожаловался бы соседу на плохую систему образования в нашей стране Потому что реально с ней кроме секса больше не о чем поговорить А тут как бы и пожаловался, и похвастался Роман поставал Так, на что и где Значит, я считаю, надо жаловаться на наше правительство Где? В Лондоне Точно Леня, твой вариант В Новороссийске пожаловался бы на пляж Он украл у меня сланца и невинность Руслан? Да, я бы пожаловался, Паш, Народовского Почему? Да потому что бесит Не будем уточнять, почему Прям вот молчит все время Прям поговори с ними, я вас Спасибо вам за близость, друзья Президент Украины Виктор Ющенко официально обвинил премьер-министра Юлия Тимошенко В развале украинской экономики В ответ Юлия Тимошенко официально обвинила Виктора Ющенко в том, что он Ябеда-корябеда турецкий барабан Мы скоро вернемся В эфире «Бойный ночи», друзья, и мы сегодня говорим о том, жаловаться, хорошо это или плохо И сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики, в которой мы обсудим фотографии от нашего телезрителя Между прочим, почтальон, который носит нам эти фотографии, жалуется, что их слишком много Не помещаются они в сумке на ремне в большой, и носить их очень тяжело Мы подарили ему сумочку побольше и абонемент в фитнес-клуб, так что можете продолжать в том же духе Внимание на экран, друзья Бааа, дрова Он такой, вот такая рыба уплыла Не, это он остановил забор, мол, вы превысили, вы ехали 9, плыли 9 узлов в минуту Ну что ж вы за люди А не, это на самом деле современный Папа Карл, многодетный Ну, дети мои Вырублю-ка сегодня себе мулатку И поплыву на ней в Стамбул Он жалуется, это турнир в Лондоне, теннисный турнир в Лондоне Он жалуется, это сетка, где соперница? Где Шарапова? А почему он в этом костюме? Потому что запретили играть ему в юбке Он под водой, он под водой в юбке А, не, это все, это тренер, тренер ярославского шинника Ну что, деревяшечки? То есть они стоят, собрали, это в дождь Ну что, деревяшечки? Теперь мы сборная по синхронному плавали Погодка не очень, но это нас не остановит Вперед А, это он смешно Он такой, а где головы на кулех? Только вчера были А, вот воруй Украли Пойду, пойду, пожалую Ну кому нужны черепа? Смотрите, все, все очень просто Вот не знаю, при чем тут жалоба Это город такой Называется Водск Водкинск, да И чувак просто, это обычная улица Он переходит по пешеходному переходу просто так И тут моторка его собьет Вот я говорю, а жалобах ноль Там вообще ноль Спасибо, уважаемые телезрители, что продолжаете высылать нам свои фотографии Мы, честно говоря, тоже начали подумывать выслать себе пару снимков Может это действительно очень приятно, а мы не в курсе Продолжаем разговор, друзья, на тему Жалоба, хорошо это или плохо Посмотрите, если бы не было жалоб То было бы кое-что непонятно Ну взять, например, книгу жалоб и предложений Вот если бы не было жалоб Как бы вот она выглядела? Одни предложения, да? Отрубить официанту ноги Да? Уволить Лену Пусть он сам съест эту овцу сырой Все, не предложение Но давайте добавим к ним жалоб Да, чтобы была книга жалоб и предложений Получается так Официант принес протухший борщ Отрубить ему ноги Этот волосатый урод накачанный Не пустил меня на входе в клуб Давайте уволим Лену Все логично пока Да, фармен назвал мою подругу овцой Пусть он сам съест эту овцу сырой Вот И теперь все понятно Должна быть книга жалоб и предложений Вот, я хотел бы сразу поддержать Жалобы помогают сделать правильный выбор Вот в данном случае, в котором Роман Роман? А Лена Роман говорит Сделать правильный выбор Так сказать, можно даже сказать, сэкономить То есть, примерно такая же история Человек заходит в кафе и вместо меню сразу просит книгу жалоб Открывает, читает Борщ, дрянь Все, кафе дрянь Не надо здесь есть Ушел, зашел в следующее кафе Сразу, меню нет, книгу жалоб открыл Прочитал Оливье Отстой Блины Чешня Полная Все, вышел, пошел дальше Зашел в третье кафе Сразу молчат Пришел, сразу взял Книгу жалоб открыл Читаешь Официант Чмо Зовешь официанта Официант не подходит Зовешь еще раз Он не подходит Добавляешь Еще и какое чмо Ставишь Бац Выходишь Идешь дальше Проходишь мимо художной Подходишь Просто покупаешь себе Булочку с двойной сосиской Съедаешь И понимаешь, что внутри тебя Находится тоже дрянь Но за 50 рублей Сэкономил? Сэкономил Ты поругался с официантом Чмошником Нига жалоб Это же Все равно Это как-то просто Через меню Жалобы Давайте пытать поваров Сдаешь повара Говоришь Уважаемый Что у вас сегодня хорошее Что у вас сегодня вкусное Он там Ну Борщ Осетрина Картошечка И кляр Берешь его за патлый паяльник И говоришь А теперь посмотрим Совпадет ли Я предлагаю Переходить к горячему стулу Я буду одному из вас Задавать вопросы Вы будете на них давать Желательно смешные ответы Если хоть кто-нибудь Из зрителей Пожалуется Что ему было не смешно То участника Не спасет Даже жалостное выражение лица Да Сегодня на горячем стуле Еня Ему аплодисменты И собственно Вопросы от телезрителей Погнали Когда жаловаться не стыдно? Когда одетый Кто виноват в том Что на корабле У тебя началась морская болезнь? Да я сам виноват Мне хрен было лезть на этот корабль Продолжи фразу Довожу до вашего сведения Что на нашем заводе Процветает Директор Как ты объяснишь Наличие в своем почтовом ящике Жалоб и угроз в твой адрес? Это зависть Это обыкновенная Паш банальная зависть Я тоже знаешь Сначала маме говорил Не стоит балкон обивать вагонкой Ты уже полгода Жалуешься маме На отсутствие игрушек Почему она никак не реагирует? Да мне 27 лет Когда пишешь жалобу Главное начать с красной строки Писать размашистым почерком И И все Это два основных правила Когда мы соблюдаем Продолжи фразу Ябеда-корябеда Соленый огурец По полу валяется Будет очень грязный Почему гаишник Который тебя остановил Начал жаловаться тебе на жену? Не знаю Я думаю Она его чем-то не устраивает Твоя супруга жалуется Что ты сразу же засыпаешь Скажи Почему ты сразу же засыпаешь? Мне кажется Она мне в секс Подсыпает снотворно Ябеда-корябеда Маменькин сынок Нюня Стукачок А как ты называешь Любителей пожаловаться? Я их называю так Я тебя Сука Если еще раз поймаю Я не был на горячем стуле Давайте ему аплодируем Даже вскочил от радости Я предлагаю на этом Переходить к подготовке Финальных номеров Красная сторона После рекламы Обязуется нам Показать театр пародий Если она не против А синяя сторона Покажет сериал Все просто Обе стороны могут пожаловаться На отсутствие музыки В своем номере Александру Радовскому Он у нас отвечает За эти вопросы А вам я предлагаю Ненадолго прерваться В эфире снова Убойные ночи Наши участники Пока шла реклама Придумали свои финальные номера На тему Жаловаться Это стремление К справедливости Или неоправданный риск Для здоровья Синяя сторона начнет Сериал Пожалуйста Да Пожалуйста А ну-ка насмешите-ка нас А ну-ка насмеши-ка Сериал про футбол Вот только что Закончился футбольный матч Серпуховского серпа И так в раздевалке Тренер Тренер Я так больше не могу Мы проиграли Опять 73-0 Чего плачешь ты? Чего мы плачем? Нам просто не повезло Просто не повезло 73 раза подряд Что такое? Тренер Я так больше не могу Посмотрите на меня Посмотрите И я самый быстрый Нападающий В вашей команде Тренер Вы Что за герб У нашей команды? Венок Почему у нашего Левого нападающего Нет ноги? Попугай на плече И треуголка Кто это? Это Виктор Степанович Актер нашего местного тюза Я между прочим Ходил на его спектакль Он отлично играет Не надо На него грех жаловаться Грех Грех Когда я в 99-м С Турцией Не подписал контракт Сейчас как бы В каком-нибудь Стамбульском клубе Танцевал танец Живота и в ус не дул Слушайте, а что вы жалуетесь? Вы сами На поле не забили пенальти Все очень просто Это потому что мы тренируемся На очень маленькой площадке И штрафные бьем С одного метра А тут мне усложили задачу В 11 раз Еще поворотом бить Только можно один раз Еще там вратарь мешает Перчатка Я что-нибудь сделаю Знаете, что я буду делать? Я буду жаловаться Конец первой серии Серия вторая В кабинете губернатора Так, Виктор Степанович Я так больше не могу Я не могу тренировать эту команду Вы понимаете, что у нас нет мячей Нам нечем тренироваться Мой промах У нас нет базы Нам не на чем тренироваться У нас нет стимула Нам незачем тренироваться Что? Что вы скажете про обвал восточной трибуны? Дальше Хорошо, что вы скажете про обвал западной трибуны? Дальше Все У нас больше нет трибун И хватит мне угрожать Мы с вашей 12-летней дочерью Любим друг друга Хорош жаловаться Видел я ваш матч Первый тайм весь Стояли и вся команда ржала Прям ржали Ха-ха-ха-ха Катались по пополю А знаете почему? Почему? Потому что капитан перед матчем Тряхнул Лену Какую Лену? Нашего вратаря Так, знаете, что я буду делать? Что? Я буду Жаловаться Конец второй серии Третья серия В кабинете у Дмитрия Анатольевича Очень похожего на нападающего серпуховского серпа Я губернатор серпухова Вы знаете Народ Жалуется Я их понимаю Потому что это моя работа Быть губернатором Быть внутри народа Понимаете? Поиходит ко мне народ И жалуется И говорит И говорит Как ты, Сергей Степанович Как же тебе тяжело Как же трудно тебе Как я их понимаю Как же Как же тяжело тебе Они мне говорят Жить в таком Маленьком Загородной вилле Как тебе тяжело Ездить на Маленьком Порше Какая у тебя Сергей Степанович Мизерная Зарплата Я понимаю Но ничего Вот тут Не могу Сделать сам Не могу Не поднять Зарплату Не расширить Порт Судя по логике номера Я как бы сейчас Тоже должен Пойти и жаловаться Но кому? Слушай Хорошо тебе Хорошо Да Ешь Колбасу Уходишь Ко мне ходят И жалуются Жалуются И жалуются Один ты меня понимаешь Жалуются Люди Вас У Дмитрия Анатольевича Много И вы всему Жалуетесь 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 А я У Дмитрия Анатольевича Один Не жалуйтесь Я кот Я не решу Ваши проблемы Наконец-то Конец Сериала В рюмочную Ура 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 товарищи Спасибо Гениально Я бы назвал этот номер Мечта Руслана Белого Кот Дмитрия Медведева Красная сторона Театр пародии Это в другой жизни Ну что Паш Ну Посмотрим театр пародии Отчетный концерт Лучшего в мире театра пародий Целую ручки Итак Музыкант Играй Жаловаться Хочу на это Я вот все Буду жаловаться На эту пиль Я буду жаловаться На свой нос И свой акцент Жаловаться На этот жест Я буду жаловаться Смотрите, рука пошла вторая Значит, на нее Я тоже буду жаловаться Вот на эту сточку Как на коней Но-но-но-но-но Ай И жаловаться На вот это вот движение Я буду жаловаться Как будто воздух заживаю Да что, порвал, что ли Как я его заживаю Понимаете? Буду жаловаться На то, что я не похож На свой слупавляшвили Жал, прищемил Жаловаться Я буду жаловаться Спасибо, целую ваши ручки Целую твои ручки Спасибо, целую Что ж, доброго здоровечка Спасибо, Сусо Продолжается Отчетный концерт Посвященный Выпускному Меня зовут Геннадий Андреевич Чтобы не было прыщей Намажьте лицо хлебом И хлебало Будет здорово Следующая пародия Она одна из ярчайших В нашем театре Зашла в институте Физики и геодезии Итак, пародия На Михаила Шванецкого Физики и геодезии Видимо так Порадованы Жалуются все Сижу с утра на кухне Смотрю на свою яичную С потолка начинает капать вода Капает на меня Капает на яичную Недоволен я Недовольна моя яичная Думаю, надо жаловаться соседу На его покапывание Звонок в дверь Открываю, стоит сосед Я говорю, капает Он говорит, странно Я думал, уже льется Я говорю, что будем делать? Он говорит, будем жаловаться Я говорю, на кого? Он говорит, вы на меня Я на сантехников Сантехники на трубы Трубы на кого хотят Пусть на того и жалуются Договорились? Договорились Возвращаюсь на кухню Во весь желток Жалуются яичник Бол, она остыла А кому нужна Холодная яичница Мысль есть Вывод есть Жизни нет В понедельник приехала теща И сразу начала жаловаться на жизнь Мысль есть Вывод есть Жизни нет Спасибо Это что-то невероятное Это так легендарно Я последний раз так ржала На 70-летие муравья Анатолия Я не могу Следующий человек Который выйдет на эту сцену Он поэт Он поэт Он рифмует Он пьет А, он да Он поэт Поэтому я тоже люблю рифму Демонстрирую Бровь Борщ Брат Поехали Встречаем Владимир Маяковский Браво Анатолия Эй вы Племя Жалобы строчащие Не может на это смотреть спокойно мой рот Говорящие Что думаете Купили себе Штаны и брюки Ну-ну, дети науки Жалуются они Не могу я на это смотреть спокойно своими карими глазами Или голубыми Или голубыми Неважно И глядя на вас А точнее на вять Мне хочется плевять 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 Жаловаться Мысль есть Вывод есть Жизни нет Плевять На все сегодня Буду жаловаться Жизни есть Мысли нет Вывода нет Плевять На все сегодня Буду жаловаться Жизни есть Мысли нет Жизни нет Плевять Вывод есть, мысль есть, жизни нет. Бля-ть! Вот видите, друзья, если бы мы не жаловались, то наш Саратовский театр пародий давно бы уже закрыли. А его и закрыли. Кто здесь? Я звонил в СЭС. Ух! Юмор по бартеру. Да, хотел вам сообщить радостную вещь, что театр закрываю, и тут как раз Роман Клячкин за меня это сделал. Спасибо вам за номера. Если кто-нибудь из вас заметит, что зрители не голосуют, вы можете мне об этом пожаловаться. Я пожаловываюсь режиссеру, он продюсеру. Продюсер, естественно, позвонит президенту, а президент такого не потерпит. Голосуем, друзья. Победили те, кто был на красной стороне, те, кто считает, что жаловаться это неплохо. Даже хорошо. Корябин. В заключении хотелось бы сказать, с одной стороны, в России никогда не любили стукачей, но с другой стороны, чем еще может ответить человек на какой-либо произвол, кроме жалобы вышестоящей инстанции? Вы смотрели «Убойны ночи». Я говорю вам пока, меня зовут Павел Воноградов. А вот что скажут участники, мы сейчас узнаем. Страна, хотелось бы настучать тебе на Боливию. Они воруют специи. И на Австралию у них живые сумки. А мне стучать не на кого. Мне туда еще возвращаться. В бойная ночь, страна. В Андорру. Вämши. Следующая война. Тон enm krijgt voltar. Конец. Продолжается. Прijd нахердик. Субтитры�-팣.